Всем привет! В любой работе, когда мы хотим получить результаты, когда мы хотим быть эффективными, для того, чтобы добиваться наших целей, нам необходимо знать тот инструмент, с которым мы работаем. И, собственно говоря, когда мы работаем со звуком, здесь все то же самое. Нам точно также нужно знать те инструменты, с которыми мы работаем, знать, что они добавляют, как они влияют на звук, и вообще знать все аспекты того, что происходит с сигналом в процессе его обработки и так далее. Есть вещи, которые неочевидны для людей, есть вещи, которые особенно молодые, неопытные звукорежиссеры не знают, не обращают на это внимания, и, естественно, следствие этого проблемы, которые потом возникают на мастеринге, ну или в течение микширования, когда работа осложняется, и причины, почему происходят те или иные процессы, неочевидны. Дело в том, что, когда мы используем плагины, когда мы работаем в цифровом домене, естественно, мы обрабатываем сигнал, и все плагины работают по-разному и влияют на сигнал по-разному. Есть плагины, которые, кроме тех очевидных функций, которые они выполняют, эти плагины также еще вносят некие краски в сигнал, которые неочевидны, о которых не знающий человек даже не догадывается и потом слышит последствия этого всего. на мастеринге и не может понять, откуда, что произошло. Есть плагины, которые являются сатураторами, мы про них знаем, их используют для того, чтобы покрасить сигнал, но есть такие, которые, по идее, не должны этого делать, и, к сожалению, даже в мануалах зачастую об этом не сказано, и человек просто не знает, что происходит. Давайте разберемся. Смотрите, для этого я буду использовать тестовый тон 1 кГц, сейчас мы находимся в Протулзе, и в качестве канализатора я выбрал эквалайзер Кирхов, который будет нам показывать, значит, что происходит. Для начала возьмем Echo Boy, Sound Toys, и посмотрим, что происходит. Вот просто по умолчанию мы включили, мы видим, здесь появилась гармоника в районе 3 кГц. Вот, понятно, что на слух вы это никогда не услышите, это сильно тихо, но просто как факт зафиксируем, что вот такие процессы есть. Если мы посмотрим, как это происходит, к примеру, в том же Studio One, в котором я тоже периодически работаю, мы увидим, там будет немножко отличаться картинка, но прежде чем мы перейдем в Studio One, я хочу обратить ваше внимание, посмотрите, в Протулзе здесь все чисто, кроме 1 кГц практически мы ничего не видим. Давайте переместимся в Studio One и проделаем все то же самое здесь. Точно так же откроем Кирхов, у нас есть тестовый тон, и запустим Echo Boy, смотрите. Здесь мы видим тоже гармонику на 3 кГц, которая значительно громче, чем в Протулзе, ну и плюс у нас появилась гармоника на 5 кГц, чего в Протулзе не было. Плюс если мы уберем вообще Echo Boy и посмотрим, мы видим, что вот в четвертом Studio One тут еще, значит, какая-то небольшая появилась в районе, там, чуть выше 20 кГц. Давайте в Logic переместимся, посмотрим. Logic так же мы видим, в Протулзе было чисто, здесь мы видим гармонику выше 20 кГц, и запустим Echo Boy. Ну вот Logic и Studio One показывают те же 3 и 5 кГц сильно громче, чем в Протулзе. Напомню, в Протулзе у нас была гармоника только на 3 кГц. Давайте еще раз взглянем на Протулз. Что это в себе несет? Ну, просто об этом надо знать. Понятно, что это незначительная история, но вся сложность возникает тогда, когда все эти вещи начинают суммироваться. Есть неочевидные вещи, к примеру, смотрите, давайте возьмем плагин, который очень часто используют в разных туториалах, в разных видео. Обычный диэсер вейвский. Он, к сожалению, не позволяет ниже 2000 опуститься, но, тем не менее, эффект мы все равно увидим. Смотрите, запустили диэсер, все чисто. Обычный диэсер, естественно, используют для того, чтобы избавиться от сибилянтов в вокале. Смотрите, что будет, когда сигнал достигнет порога. Опс. Вот мы видим, что фактически диэсер начинает работать как сатуратор. То есть здесь появились гармоники. Это надо учитывать. Это причина, почему голоса иногда начинают звучать очень жестко в верхнем регистре. То же самое в Studio One. Мы увидим такую же картинку, если мы просто запустим диэсер. Мы увидим все то же самое, чисто, как только порог срабатывания, все, появились гармоники. Окей, с этим разобрались. То есть понятно, что плагины могут вносить краски, про которые вы даже можете не догадываться. То есть вы думаете, что он просто там отрабатывает S. На самом деле он еще и насасывает определенные гармоники, что потом в финале может вылезти. Чем это чревато? Самая банальная, обычная ситуация. Вы вроде бы свели, поскольку гармоники достаточно тихо добавляются, вы их не слышите. Вроде бы как все в порядке. Потом вы начинаете делать мастеринг, поднимаете громкость. И вот эти вот все вещи начинают вылезать. Вы начинаете их слышать и пытаетесь понять, собственно, откуда все это взялось и как вам избавиться. Вы слышите, может проявляться как жесткий верх вокал или верхняя середина, или там жесткие барабаны, жесткие клэпы и так далее. То есть вы перемещаетесь в сессию сведений, начинаете там пытаться, значит, как-то избавиться от этой жесткости. Но при этом вы добавляете какие-то плагины еще, и вы точно так же добавляете еще больше жесткости. Самое банальное, вы использовали диессер для того, чтобы проработать S, потом поставили еще один диессер, которым вы решили избавиться от более низких каких-то областей, которые вам не нравились. То есть там 3 кГц, 5 кГц, то есть вы еще добавили еще краски. И по мере того, как вы начинаете использовать плагины, вы добавляете, 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 это все суммируется, и в финале вы получаете много жесткого верха. Плюс потом, когда вы еще начинаете делать мастеринг, давайте посмотрим, допустим, вы на мастеринге, или даже на шине, вы, к примеру, решили использовать какой-нибудь там, я не знаю, там, винтаж компрессор, к примеру, от изотопа. Он же тоже красящий. Смотрите, все тихо, все нормально, все ничего не происходит, но как только сигнал оказывается... Сейчас, у нас здесь выключено. Не выключено, ее надо местами поменять, чтобы у нас до анализатора был. Смотрите, еще раз. Значит, все нормально, все чисто. Как только сигнал оказывается в зоне срабатывания, оп, компрессор начинает красить. То есть вы опять те же самые 3,5 кГц, ну, здесь будет через 2007-2009 и так далее. То есть опять вы добираете жесткий верх, и, соответственно, вы на каждом этапе, получается, что вы добавляете, добавляете, добавляете верхние гармоники, и, соответственно, в финале вы имеете вот тот вот звук, когда у вас уже и вокал жестко вверху звучит, и хай-хеты жестко звучат, и клэпы, и вот это вот все. Плюс, не говоря о том, что если вы работаете там низкой разрядности в какой-то, то есть вы получаете проблемы с альясингом, и вы можете получить, кроме проблем в верхнем спектре, вы можете получить еще и проблемы в нижнем спектре, в низкой середине и так далее. Если кто не знает про эти процессы, я прикреплю ссылку на видео, это не мое видео, видео на канале Трофимова, там вы можете посмотреть, где как раз про альясинг, про вот эти все процессы говорится. И вот такое поведение плагин может провоцировать вот такие вот сложности и жесткий верх, и замыливание в низкой середине, что вот в лоджике очень часто наблюдается. То есть у вас просто возникает, могут возникать и фазовые искажения и так далее. То есть это нужно учитывать. Есть плагины, как я уже сказал, которые абсолютно не очевидны, что вот он работает, и он может вносить какие-то краски, искажения. К примеру, многие используют различные там Transient Shaper и Transient Master, и нужно тоже как бы учитывать, что это за плагин, учитывать, что он делает. Вот на примере Transient Master от компании Native Instruments, смотрите, это простой плагин, добавить атаку, там, или там вы хотите сустейном, там, значит, как-то немножко инструмент сделать четче, убрать у него хвост. Вот если мы крутим атаку, мы видим, что ничего не происходит, но смотрите, что будет, если мы будем двигать сустейн. То есть у нас опять получается, что у нас обычный Transient Master начинает работать как сатуратор. И это опять же, то есть использование такого плагина может привести к тому, что у вас в сумме у вас будет накапливаться избыточный верх, что может приводить к избыточной жесткости, которая будет потом вылезать на мастеринге, и вы не будете знать вообще откуда это и что вам с этим делать. Вы должны знать тот инструментарий, с которым вы работаете. Надеюсь, видео вам понравилось, всем хорошей музыки, не перекрашивайте ваш звук и используйте ваш инструментарий осознанно. Всем добра, всем хорошей музыки, удачи, пока!